Ребят, добрый день! Продолжается у нас эпопея с вырезкой катализаторов Toyota Alfa 3 литра дорестайлинг Вот мы разрезали одну банку достали катализатор Вот размеры катализатора Тут получается 103 мм диаметр и высота его получается 105 мм Это родной катализатор У меня он уже начал подзабиваться Тут видно Машина проехала 122 тысячи километров Убрал его с пробегом 108 мм Вот у меня уже подзабиты Машина 2004 года То есть машине 16 лет Вот что Так, что мы придумали чтобы туда вставить в банку чтобы она не бубанила Чтобы было То есть есть вот такие вот продаются у нас на рынке Это в Ростове-на-Дону Вот такие вот замены катализатором То есть вот вставили на Тойоту Авенсис 1.8 литра взамен Человеку не понравилось Машина все равно бубанела Такой у него баритон появился А человеку вот не понравилось Пришлось вырезать заново Вставляли новый катализатор Покупали прям керамически новый катализатор Новый Авенсис 1.8 Объем двигателя Вышел 6.5 тысяч То есть ну это вот уже просто тут хорошо обварили Пытались его достать Не получается В общем он будет стоять Как пепельница Либо ждать своего случая То есть что мы придумали Вот тут диаметр Получается 45 И тут диаметр 45 Ребят Поехали на базу металлоприемки И нашли вот такую трубу Выхлопную Нержавейка Митсубиси 87 года Обалденная труба Просто шикарная Внешний диаметр ее получился 43 миллиметра То есть мы просто Вставили сюда Тут куча изгибов То есть она Универсал Митсубиси был То есть можно тоже подобрать Мы просто вставили Трубу Вот она И обварили ее Там внутри И снаружи То есть получилась У нас труба в трубе И кстати вот здесь Выявился дефект Видите То есть тут есть трещина То есть сейчас мы это тоже Под зачистим Полгаркой пройдемся И пройдемся По трещине Еще проварим То есть вот То есть прям Труба у нас там внутри Стоит цельная То есть что внутренний километр Тут 45 Мы перешли на Уменьшили чуть на 43 То есть ну для меня Это ничего страшного Ребят ну вот у нас уже готов Второй коллектор Полу готов То есть вот мы выбили Второй катализатор Здесь видно Они одинаковые Все номера цифр одинаковые Вот этот второй катализатор Мы выбили То есть видно что он еще грязнее То есть он еще Вот разница Прям в катализаторах Видна То есть это стоит спереди Это который сзади стоит Ну V-образный То есть сзади двигателя стоит Так Мы столкнулись С очень большой проблемой То есть вот показываю То что мы сделали Вначале Да первое Это стоит бокуша Перед двигателем Здесь кислородный датчик Просто вот варен в трубу И здесь вот Бочка откручивается И все Вот мы варили трубу Все без проблем Здесь же получается Что кислородный датчик Вкручивается в бочку Где стоит катализатор То есть если вставить трубу То есть нужно что-то мудрить Еще кстати что очень Тут очень большой и трудный изгиб То есть тут труба Изгибается все это Нам повезло Что в той Нержавеющей трубе Которую мы купили Такой изгиб был Просто вот повезло То есть у нас труба тут вся цельная Вся стоит целиком Тут еще Все мы обхватили То есть потом это я все еще полирну Специальной насадочкой На дрель Все будет отполировано Все будет красиво Так что мы придумали с катализатором То есть мы тут подварили Так настраиваемся Так настраиваемся Мы тут подварили шайбу Здесь выступ есть Подложили Эбонитовую прокладку То есть в принципе Проверили Ничего у нас не пропускает То есть Все сделано По уму Еще раз повторюсь То есть здесь На выходе Получается диаметр 45 Миллиметров Труба Дала нам сейчас 43 миллиметра То есть в принципе Мы диаметр Занизили всего лишь на 2 миллиметра То есть это не так Катастрофично Не так Проблематично для двигателя То же самое здесь То есть выходной 45 Сделали 43 То есть за счет трубы Труба 43 То есть вот так вот получилось Нам конечно повезло Что у нас труба То есть у нас здесь труба Именно вставлена цельная То есть не сваренная Ни из кусков Ничего То есть она Труба цельная Ребят Ну все Вот все обварили Баночку заварили То есть все обварено Все Лямда Либо кислородный датчик Прикручен Здесь крепление Приварили Пришлось его сбивать Потому что невозможно было Открутить И также тут две шпильки У меня Оборвались Когда я откручивал Вот мы их выкрутили И сегодня заеду В автомагазин Подберу шпильки То есть все именно Будет на шпильках То есть резьба там нормальная Прошлись Резьбу прочистили В принципе Вот эти все швы Не будет видно Потому что тут все Вот в этих вот кожухах С нержавейки То есть все эти кожухи Сейчас покажу Как они стоят Вот такого плана Тут стоит кожух Вот так все прикрывает То есть ничего вообще видно Не будет Ни швов никаких Ничего не будет видно Все Смотрите дальше Как будет производиться Установка Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok